Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Летом многие видели, что у меня тетрадь, в которую я все записываю, журнал садовода. И меня в прошлом году завалили вопросами, расскажите, зачем вы ее ведете, что вы туда записываете. Летом было некогда, но сейчас, в преддверии посевов, я вам расскажу, зачем нужен журнал садовода и как он может нам помочь. Журнал веду каждый год, но журнал или тетрадь это все равно. Без него я не могу, использую его постоянно, очень давно. Во-первых, записывая все сюда, не нужно делать некоторые процедуры. Например, не нужно привязывать к томатам какие-то этикетки, подписывать, потому что все это выгорает, надписи теряются. Я сразу заношу... Ну он уже, старый журнал в таком неприглядном виде, что его показывать страшно, конечно. Но все потеряла. У меня здесь схема... А, сразу схема посадок у меня. Я вот заранее все делаю, подписываю, где что растет. И никаких больше у меня ни надписей, ни этикеток, ни веревочек, ни бирочек нет. Я посмотрела... Вот у меня новый открыл план посадок. Сейчас буду чертить. Я посмотрела. Здесь у меня один сорт, здесь другой, здесь третий. Ничего не путается, очень-очень удобно. По журналу можно посмотреть даты всех посадок в открытый грунт, в теплицу. Вот, например, в прошлом году я перец и баклажан для теплицы посеяла очень рано. И в этом году у меня спрашивают, почему вы не сеете? В прошлом году вы в начале января уже сеяли. Действительно, 3 января я замочила, а 4 января уже посеяла перцы и баклажаны. Так, сейчас. О чем у меня есть соответствующая запись? Вот. Начало посева в 2017. 3 января замочила семена баклажанов, а 4 января посеяла. Все. Но нынче я буду сеять дней на 10 позже. У меня спрашивают, почему, расскажите. Сейчас все подробно расскажу. Я посеяла 4 января. Все хорошо. Рассада крепкая, взошла, выросла. Но у нас в прошлом году выдалась экстремальная весна. С заморозками, со снегом. Вы видели, наверное, мои фото, что то, что я высадила в открытый грунт, все завалило снегом. И вот эту рассаду, которая была предназначена для высадки в теплицу, я боялась высадить в теплицу, потому что морозы были до минус 7 и перцы с баклажанами было очень жалко. Я продолжительное время не могла высадить ее на постоянное место. Они у меня томились в этих стаканчиках. Они зацвели, образовали плоды. Некоторые плоды даже начали уже, типа как созревать, побурели. И вот эта рассада из-за этих мучений, из-за того, что плоды она уже начала формировать в стакане, потом у нее немножко произошла задержка в росте. Но это ненормально, когда вот на такой маленький комочек земли взрослое растение. Конечно, ничего страшного не произошло, но если бы я посадила их чуть-чуть попозже, результат был бы еще лучше. И вот нынче я решила, а вдруг, если снова будет такая же плохая зима, лучше я посею дней на 7-10 позже. Но если бы я не записывала в журнал, когда я в прошлом году делала посевы, я в этом году и не узнала бы, а когда сеять. Я опять сейчас в январе посеяла бы в этих же чистах. Теперь я могу прочитать вот 9-го, ой, 4-го и следующий у меня тут 20 какого-то, а, 19-го января. Все, я от этих дат сейчас отступлю, срок, на который я хотела отступить, и посею. Вот это преимущество ведения журнала, оно очень облегчает нам жизнь, потому что, ну, в голове все не удержишь. Достаю свою тетрадку, высчитываю сроки. Про планы посадок тоже говорила. Еще раз скажу. Я всегда сначала рисую в тетради план схематический, потом по нему высаживаю рассаду, потому что если сначала высадить рассаду, а потом уже все это зарисовывать, за это время можно забыть. Я такая супер забывчивая, я увидела красивую бабочку, полетела, о, пока залюбовалась, и уже забыла, что воткнула в землю, какой именно сорт. Все. А стаканы, например, выгоревшие или неподписанные. Рисую сначала план, вот, например, расчерчу все, это будет у меня на этой неделе. Напишу, что 10 этих, 10 этих, 10 этих, и уже по этим планам сажу сначала одни, потом другие, потом третьи. Они, если даже будут у меня уже в земле и неподписанные, я буду знать, где что у меня растет. Это очень облегчает. Ну, чтобы лишнее, не держать лишнюю информацию в голове. Летом столько много работы, и в теплице, и на улице, каждый кустик у меня занесен в тетради, подписан. В прошлом году я вела две отдельные тетради, вот в одной были посевы, а в другой, в другой, в такой же, были планы посадок. Так неудобно, сразу скажу почему. У меня вот посевы была чистая тетрадь, вроде я разделила, как, сеем же дома, она должна быть чистая. А планы посадок, она рабочая, хотя и посевы у меня, видите, какие, прошли со мной огонь и воду. И я приду в огород, например, план посадок, посмотрю, так, вот этот сорт растет, очень хорошо, а этот удался похуже. Так, когда же я посеяла этот, а когда этот. И для того, чтобы это узнать, мне надо бежать домой, искать вторую тетрадь посевы. Вот нынче решила соединить, будут и посевы, и посадки. Выходишь в огород, смотришь кустик, особо такой хороший. Так, когда он посеян, открываем, смотрим. Так, так, в конце марта, очень хорошо, значит, на будущий год можно посеять позже и получше, побольше штук. Ну вот так вот, вот такие мелочи, вот эти нюансы, все это как, все складывается в одну общую картину. Так, обычно завожу его осенью и записываю все, что я посеяла под зиму и куда. Потому что часто сеем под зиму и цветы, они очень маленькие, мелкие. Если там какие-то, я один раз поставила бирочки, их все смыло весной, и я не знаю, где какие. Весной открываю и смотрю, так, здесь у меня виола посеяна, здесь у меня там рудбекия или еще что-то там. Ну, не важно. Все подписаны. В этот же журнал можно записывать график обработки растений. Вот это хочу уточнить, это очень важно для новичков. Подкормки, опрыскивание от насекомых. Ведь очень часто на пачках, на препаратах мы смотрим, читаем инструкцию. И там необходимо выдержать определенный срок ожидания до употребления плодов в пищу. У некоторых очень большой, 30 дней. Но через месяц я не думаю, что кто-то вспомнит, какую именно дату он опрыскивал, когда, если это не будет записано в журнале. Вот это даже для нашей безопасности очень необходимо. Записали, когда обработали, например, там от каких-то жучков, паучков. Смотрите, подошло время. Все, значит, можно идти кушать там яблоки или помидорки. Обязательно нужно писать обработки томатов, например, бордосской, хомом. Там чаще, чем через 2 недели не рекомендуется. И нужно знать точно дату, когда мы сделали обработку. Все. Подведу итог. Вот этот небольшой, ну такой нюанс, но важный. Тетрадку заведите. Если хотите, чтобы у вас на участке был порядок, и вы точно знали, что, где посажено, когда последний раз обработано, введите журнал садовода. Это сильно облегчит ваше занятие в огороде. И время освободит некоторое. Ну, небольшое количество, но все равно освободит. Все. Печатную версию можно найти у меня на странице в Одноклассниках. Заходите, читайте, у кого нет возможности по техническим причинам смотреть видеоролики. Сейчас будет много теоретических, вот таких вот небольших видеороликов, которые, наслушавшись, вы все это возьмете к своему сведению, примените и обязательно получите хороший, богатый урожай. До свидания. Я вам всем желаю этого. Хорошего, богатого урожая. С меньшими затратами умственными и физическими. До свидания. Продолжение следует...